Сегодня мы поговорим с очень интересным специалистом. У нас в гостях аллерголог-иммунолог Умар Владимирович Хасанов. Здравствуйте. Мы рады, что вы пришли к нам в студию. Мы вас ждали, чтобы обсудить тему очень актуальную сейчас. Сейчас уже у нас так неожиданно, можно сказать, похолодало. Мы ждали еще, наверное, так тепла. Тут и холод, и дождь, и сырость сразу. И начинают люди, естественно, болеть. А болеть не хочется. И заходишь в аптеку, а там полки пестрят препаратами, которые обещают укрепить иммунитет, сделать так, чтобы ты не болел. И вот настолько это соблазнительно. Возможно ли действительно укрепить иммунитет? К сожалению, нет такого лекарства, которого могло бы укрепить иммунитет. В принципе, даже самой медицине официально не такое понятие, как пониженный иммунитет. Это скорее даже больше относится к маркетингу, чем ниже истинной медицине. Потому что мы болеем. Почему? В связи с похолоданием мы больше находимся в закрытых помещениях, мы кутаемся, мы поддерживаем высокую температуру воздуха в помещениях, сухость. А в этих помещениях вирусы себя вольготно чувствуют, активно размножаются. И поэтому мы чаще болеем. Не потому что похолодало, а потому что создаем для вирусов идеальные условия. То есть причина, можно сказать, в вирусах, да? Они вообще источник наших заболеваний. А какие именно из вирусов сейчас наиболее распространены? Можно говорить о какой-то там статистике? Ну, классика. Вирусы простуды, вирусов орвейк, данный вирус, то есть классический набор, который ежегодно, к сожалению, ежегодно возвращается снова и снова вирус гриппа. Вирусы одни и те же, да, получается. Люди болеют ими по кругу. То есть таблетки, которые мы сейчас, опять же, ну, не хочется болеть, принимаем, да, чтобы не болеть, они помогают или, вы говорите, не помогают? Они в таком случае, они безопасны? Что мы пьем? Ситуация в этом плане очень сложная, потому что многие препараты, которые активно рекламируют по телевизору, к сожалению, не проходили исследования в качественных крупных исследованиях. Многие из них совершенно никогда не встречались в зарубежных протоколах клинических. И поэтому нет уверенности в том, что у них не будет побочных эффектов, которые вылезут через несколько лет, много лет. И на самом деле очень сложно в этом плане, потому что побочные эффекты будут все, а эффект будет ли на самом деле очень-очень сомнительный. Само понятие иммунитет, это что вообще такое? Иммунитет — это наша защита, это может быть наша защитная реакция, это может быть наша сама иммунная система. Это комплекс защитно-приспособительных реакций, которые призваны нас защищать от всего чужеродного, и чтобы мы сохраняли свою индивидуальность и реже болели. То есть, получается, мы рождаемся уже с каким-то определенным иммунитетом? Мы рождаемся с иммунной системой, но она, по сути, очень, грубо говоря, незрелая. По мере развития ребенка происходит становление иммунной системы. И в этом плане, возвращаясь к тем самым прислаловитому вирусу, происходит своего рода тренировка иммунной системы. То есть, без этих вирусов не будет такого качественного развития. И свое, по сути, мы должны все отболеть в том или ином возрасте. Спасибо, доктор. Дорогие телезрители, напоминаем, звоните нам в студию, мы ответим на ваши вопросы по телефону 200, ровно 2515. У нас первый звонок из Ростова-на-Дону. Игорь, мы вас слушаем, говорите. Вопрос у меня такого плана? Я хотел бы узнать, вот я болею, у меня онкологическое заболевание. Я хотел сделать прививку от гриппа. Она мне не противопоказана. Спасибо за вопрос, Игорь. Спасибо за вопрос. На самом деле, вакцинация не противопоказана, она необходима, так как вы имеете опасные хронические заболевания, и вы в большей степени в группе риска. Спасибо, доктор. В большей степени в группе риска люди, у которых заведомо ослаблена иммунная система. У которых есть серьезные заболевания, которые могут негативно влиять на иммунную систему. Туда относятся пожилые люди, больше старше 65 лет, туда относятся младенцы, и туда же относятся ВИЧ-инфицированные, и те пациенты, которыми есть серьезные заболевания. До того, как телезритель наш задал вопрос, мы говорили о том, что вирусы, по сути, тренируют иммунную систему ребенка. Очень грубо, можно и так сказать. То есть, на самом деле, они не опасны, и в большинстве случаев это заболевание, они самоограничивающиеся, и требуют только синтоматического лечения. Вот в детской, скажем так, да, части населения нашего, опять же, ну, зачастую, именно дети у нас бывают часто болеющими, и вот о них мы беспокоимся, может быть, в плане простуд и каких-то заболеваний чаще. Какие вирусы им, что называется, там, портят жизнь, можем так сказать? Ну, по-прежнему, лидером является наиболее опасным это вирус гриппа, и поэтому необходимо ежегодно сезонно вакцинации и думать об этом не когда уже эпидемия, а заранее в октябре начать уже вакцинироваться обязательно. Есть определенная статистика, возможно, она не полностью соответствует действительности, но считается, что сейчас очень много детей являются носителем цитомегаловирусных инфекций. Что это такое? О чем речь? И действительно ли это так? Ну, в последние десятилетия в нашей стране эти вирусы стали особенно популярны, и сложно найти человека, у которого в организме не было бы вируса Эпштейна-Бартс, мегаловируса. И бытует такое представление, можно даже обывательское, что эти вирусы, никотин, влияют на иммунную систему, хотя в зарубежных точниках мнение очень противоречивые и такие обнадеживающие, как в России. То есть понятно, что в некоторой степени они влияют на вирус, на иммунную систему, но пока они активны. И нормально работающая иммунная система благополучно сдерживает эти вирусы. И по большому счету, если нет у человека серьезных заболеваний, которые влияют на иммунную систему, они совершенно безопасны. И по сути, только при хронических заболеваниях, таких как лейкоз, такие как онкология, пересадка костного мозга, пересадка органов, то есть в серьезных состояниях, только необходима диагностика и особенно лечение этих вирусов. То есть у человека, у которого нет хронических заболеваний, искать эти вирусы совершенно абсурдно, не имеет никакого смысла и по сути это является изображением бурной деятельности. Вирус герпеса. У нас, когда мы анонсировали программу в социальных сетях, задавали вопросы по поводу вируса герпеса, наши телезрители. И вопрос был от одной из женщин о том, насколько опасен вирус герпеса для беременной женщины и насколько велики шансы, что, допустим, она сможет передать это ребенку. Все зависит от того, какая именно была ситуация. Если, например, это была повторная реактивация того же самого вируса, или, например, девушка, планируя беременность, она знает, что на детстве контактировала с именоглобулином, есть именоглобулины класса G. Что это, доктор? Это антитела, которые указывают на давнешнюю память, что давным-давно вирус попал в организм, что человек переболел или в виде простуды, чаще всего, или вообще незаметно, или в виде боли серьезности. И остались антитела, защитные на всю жизнь. То есть, если ранее был контакт, вирусы абсолютно безопасны для беременных. Но если беременная заболела во время беременности, то есть определенные риски, и врачи обучены найти риски минимизировать и для мамы, и для будущего ребенка. В чем может проявляться вот этот самый вирус герпеса? То есть, в первую очередь, информация, которая дается везде, она есть в интернете, это высыпание. Высыпание на губах, как раз-таки лекарства против этих высыпаний зачастую рекламируют по телевизору. В чем проявляется вирус герпеса? Зависит от того, какой именно тип вируса. Если это герпес простой, первое, второе типа – это высыпание на губах, по телу. Если это стомигаловирус, то более-таки серьезные проявления могут быть, например, в очень редких случаях стомигаловирусный гепатит, поражение легких, внутренних органов, поражение глаз. Но это, слава богу, встречается очень редко. И крайне-крайне редко у иммунокомпетентных лиц, то есть у тех лиц, у которых нет проблем с серьезными заболеваниями. А вот откуда берутся такие люди? Это им просто повезло по жизни? Или как это? Люди иммунокомпетентные, как вы сказали. Это вы, я, ваш оператор, то есть любой прохожий. На самом деле, значимость этих вирусов в постсоветском пространстве очень сильно переоценена. И зачастую нет никакой необходимости даже в диагностике, потому что если есть серьезные заболевания, то они вводятся, то их ведут по особым протоколам. Спасибо, доктор. Дорогие телезрители, напоминаем, вы можете позвонить нам в студию, задать вопрос доктору по телефону 200, ровно 2515. У нас звонок в студии из Красного Сулина. Людмила Александровна, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло. Ага, здравствуйте, доктор. Вы знаете, у меня внук аллергик, просто-напросто. И вот я вперед задавала вопросы, но сейчас немножко у меня другой вопрос. Сейчас начинается зимняя пора, и вы прекрасно знаете, как и детский кашель вот этот начинается. Ну, немножко помогите нам, вот что предпринять, вот хотя бы такой вот, ну, чтобы легче ему было это переносить. Потому что одни врачи говорят, что это грипп у нас, другие вот аллергия, но это аллергия у нас. Ну, и мы боимся, чтобы вот на ослабленный этот организм, ну, как бы вот это вот. А прививки ему нельзя. Людмила Александровна, аллергия у ребенка на какие компоненты? К сожалению, звонок уже завершен, ушел. Я так понимаю, что вопрос в том, как облегчить кашель? Как, наверное, у ребенка защитить, чтобы он меньше болел? Действительно, может быть, как-то, наверное, облегчить кашель, потому что и аллергия у ребенка, и еще сейчас он часто болеющий, видимо, на девочке. Все очень просто, все то же самое актуальное, что было в нашем детстве. Частое мытье рук, очень частое, каждый раз после улицы. Мытье лица, орошение носа, обычным физиологическим раствором, сезонная вакцинация от гриппа. По возможности избегать мест массового скопления людей, особенно в период пандемии. То есть... Ну, детский сад, никуда же его не денешь. Тут такая история, что приходится бывать в местах массового скопления зачастую. Тут как-то можно ребенка обезопасить? К сожалению, не придумали на данный момент такого лекарства, которое надежно могло бы обезопасить. И сами подумайте, если бы такое лекарство существовало бы, а насколько это поменяло бы саму структуру медицины? И болели ли мы вообще, в принципе, если бы такое лекарство эффективно существовало? То есть если бы были на самом деле эффективные противовирусные препараты, которые даже хотя бы профилактируют, я уже не говорю о том, что вы каким-то образом лечили. Вот, опять же, вернемся к вопросу рекламы. Очень много информации о том, что нам нужно, мы узнаем именно оттуда, из рекламы. И сейчас вот сезон, опять же, начинается, осенне-зимние, да, вирусы. Советуют в помещениях использовать какие-то лампы определенные, кварцевые, там, что-то обеззараживать помещение. Вот в детском саду, просто вот в местах, где работают люди. Это стоит делать? На самом деле эффективность ламп очень-очень низкая, и на самом деле крайне стоит свеч. А что на самом деле стоит? Поддерживать прохладу, температура максимум 22 градуса. Взрослым может показаться, что ребенку некомфортно, что ему холодно, но на самом деле дети идеально приспособлены к прохладе и высокой влажности. И влажность поддерживать минимум 50%. Это два критерия, два требования, которые необходимо всегда в комнате у ребенка. То ли это детский сад, то ли это просто дома. Это влажнитель воздуха какой-то должен быть, да? В идеале, да. Влажнитель воздуха и плюс прохлада. Спасибо, доктор. По поводу детей детского сада, все-таки, видите, у нас, опять же, очень много вопросов от родителей. О себе, взрослые, как-то меньше беспокоятся. Предварительно до программы нам дозвонилась телезрительница, и проблема у нее такая. Девочка, дочка, ей три года, пошли в детский сад. До садика ребенок не болел, там буквально пару раз, не больше, только сильно. Болел, ну так вот, прям от души. Вот с тех пор, как девочка пошла в детский сад, постоянно болеет ребенок. Три дня они в саду, и потом они полноценные больничные в две недели отсиживают дома. Можно как-то помочь ребенку? И, в общем, что это может быть, может значить? Может, какие-то проблемы у ребенка действительно серьезные с иммунитетом, спрашивает мама? В первую очередь, как на это посмотреть? И как ребенок болеет? На самом деле, если это всего-очень оси, вопросов заболевания, это не признак каких-то проблем с иммунной системой. Для иммунолога, серьезно, это бактериальные инфекции, это частые пневмонии, это частые воспаления ушка, частые инфекции мягких тканей, внутренних органов. То есть именно бактериальные инфекции указывают на то, что с иммунной системой какие-то проблемы. А вирусы, скорее, это то, с чем мы должны столкнуться. И главное, как мы болеем, как это все переносим. То есть каждый случай индивидуален. Необходимо осмотреть пациента. Например, посмотреть, какие у него могут быть хронические заболевания. Например, вот какие могут быть заболевания? Самое популярное – это аденоидная вегетация. Увеличение аденоидов, и ребенок долгое время соплевит. Бесконечное, да. Бесконечное выделение. И сами аденоиды могут таким образом протекать, что родителям кажется, что урвы друг за другом тянется. На самом деле, это всего лишь навсего симптомы основного заболевания. В таком случае как быть? Вот опять же, вот это вот кольцо аденоиды миндалины, по сути, это барьер для инфекции. Барьер. Но если он воспаляется, если он увеличен, то он превращается в очаг инфекции и влияет негативно на организм. Необходимо грамотное лечение в соответствии с международными протоколами, чтобы и ребенку это не доставляло дискомфорта, и чтобы ребенок реже болел. А такая процедура, как убрать ненужные, то есть удаление миндалины доноиды? Это наша защита, поэтому она нам необходима. Это часть иммунной системы, это наш барьер, и он необходим. Удалять можно только по показаниям, а они очень строгие, они очень сильно рекоментированы. Зачастую встречается такое понятие, как, вернее, не понятие, а когда говорят о том, что человек часто болеющий, у него часто с ним приключаются простудные заболевания. И зачастую в этом контексте звучит такое понятие, как вторичный иммунодефицит. Это что же такое страшный зверь? Иммунодефицит уже страшно, а тут вторичный. На самом деле это очень сложное понятие в плане интерпретации с зарубежной медициной. Да, у них есть такое понятие, как вторичное иммунодефицитное состояние, но у них это связано с тем самым заболеваниями хроническими, которые могут негативно влиять на иммунную систему. У нас же это что-то особенно обособленное. То есть у человека некоторое вторичное состояние, из-за которого он может часто болеть, а на самом-то деле он чаще болеет из-за другого, из-за другой причины. И вот эту причину необходимо выяснить, устранить. Например, проблемы с глюкозой, например, проблемы с щитовидной железой, некоторые заболевания крови, то есть это все в компетенции врача общей практики, иммунолога, и задача минимизировать проявления, чтобы пациент был более устойчив к инфекционным заболеваниям. Как быть человеку, если он вот болел, болел, болел и узнал, например, как последовательность такая. Человек обращается к больному терапевту, терапевт назначает какое-то лечение, лечение, например, не помогает первый, второй, третий раз, человеку назначили иммунограмму. И на этой иммунограмме ему выдают заключение, что он носитель вируса какого-то. В этот момент у человека случается паника. Как быть? На самом деле ситуация в том, что иммунограмма в данном случае особо не нужна была, потому что единственное показание к назначению этого очень дорогостоящего анализа подозрения врача на врождённые иммунодефициты. Это первичный дефицит, который протекает очень тяжело. Как я говорил, до бесконечной бактериальной инфекции и без специфического лечения мало шансов, что он доживет даже до взрослого состояния. С другой стороны, мы можем обследовать любого прохожего, и наверняка в организме будет вирус герпеса. То есть наличие ни разу не является, нет никакой причины в следственной связи. Опять же, бытует мнение, что наличие вируса делает человека часто болеющим. То есть, к примеру, человек, который ребёнок, взрослый, является носителем цитомегаловирусной инфекции, склонен к бронхитам. Доказано это как-то? Или это просто догадки рассуждений людей, которые друг друга пытаются лечить? На самом деле, очень легко найти козлопощение в лице этих вирусов и долгое время проводить терапию. По сути, это изображение бурной деятельности, потому что лечатся вирусы очень тяжело, очень тактичными препаратами, многие из которых даже не зарегистрированы в России. И назначается лечение только в том случае, когда потенциальная польза намного превышает риски. То есть, получается, допустим, ребёнку лечить вот эти самые вирусы? Это очень опасная история. На самом деле, лечение серьёзное. Ребёнок просто так, из-за такой ситуации он не будет получать. Многие препараты, которые появляются как иммуномодуляторы, на этот вирус никаким образом не влияют. Специфические препараты очень токсичны, очень тяжёлые и баснословно стоят. Вирус Эпштейн-Бара. Что это такое? Что это за явление? Очередной вирус семейства герпеса, который живёт в клеток иммунной системы, паразитирует, и первичным инфицированием является такое заболевание, как инфекционный мононоклёст, который протекает очень тяжело. Несколько недель лихорадка высоченная, лимфоузлы задней шеи увеличены, тяжёлый фарингит, часто увеличивается печень, селезёнка, но он лечится, как обычная простуда, если пациент иммунокомпетентен. Зачастую это можно, вот вы описали симптомы, это похоже на вот такую сильную ангину. Да, очень сильная ангина, которая имеет определённые клинические признаки, по которым врач клиниции сможет их диагностировать. И дополнительно часто помогает общий анализ крови, в котором также бывают очень характерные изменения. И крайне редко назначается определение самого вируса именно с помощью антител. А в нашей ситуации, напротив, то есть многих здоровых людей определяют эти вирусы, диагностируют, но потом всё превращается в ад для пациента. Если вот так в общем сказать доступным языком, можем ли мы сказать, что если человек является носителем вируса, но при этом его иммунная система в принципе достаточно в хорошем состоянии, то он может с этими вирусами жить абсолютно спокойно. Прекрасно. Он даже мог бы не знать об этих вирусах. И вирусы при нормальной работающей иммунной системе совершенно безобидны и крайне редко могут вызывать какие-либо клинические проявления. И даже если они вызывают, то заболевание самоограничивается и само пройдёт. То есть, наверное, этим можно и объяснить. Один из вопросов, который тоже нам задавали телезрители, почему сейчас такое количество вот как раз-таки проявлений вируса с этамигловирусных инфекций, Эпштейн-Бара, почему этого не было у наших бабушек? Почему вот сейчас это у всех? Что случилось? Видимо, что-то с экологией, как обычно, вот подытоживая. Или с экономикой. Спасибо, доктор. У нас звонок, дорогие телезрители, напомним, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам 200 ровно, 25-15. Нам дозвонилась Надежда из Ростова-на-Дону. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Ребёнка проверили анализ крови и цветомелоговирус нашли. Вот. И назначил врач следующие препараты. Палиоксидоний в свитчах и бронхоиммунал в капсулах. Вот насколько это нужно для моего ребёнка. А сколько лет вашему ребёнку, Надежда? Пять лет. Пять лет. Ребёнок часто болеющий? Ну, средней степени, на самом деле. Спасибо за вопрос. Я бы хотел бы точнее, какие именно антитела были выявлены у ребёнка? Надежда, какие антитела были выявлены у ребёнка, когда, к сожалению, звонок уже ушёл. Ситуация в том, что чаще всего выявляют именно глобулины класса G, те самые, которые являются свидетелями, которые являются памятью. И даже если допустить то, что выявлены именно глобулины класса G, то есть у ребёнка острая стадия, у ребёнка есть наличие вируса в крови, а этот вирус вызывает клинические проявления, то вирус по международным протоколам лечится совершенно другими препаратами, которые не были озвучены. То есть тут решение в таких ситуациях, решение, в общем, как, наверное, в большинстве случаев, за родителями, да? Всё зависит от того, насколько клинически проявляется этот вирус. В данном случае я не слышал ни одного признака цитомигаловирусной инфекции, и поэтому нет повода для проведения активной терапии. А каковы же они, вот эти признаки цитомигаловирусной инфекции? Гепатит, поражение лёгких, поражение глаз, то есть серьёзная лихорадка и лихорадка у пациента с теми же самыми хроническими заболеваниями. Поражение глаз, это как? Как это выглядит? Это циклит, снижение зрения. Далее, что касается, часто идёт повышение печени, селезёнки, педагогических заболеваниях, лимфоузлов, то есть симптом, так называют, как будто мононуклеозоподобный симптом. По сути, это, если так обобщить, очень тяжело протекающие простуды. То есть, как минимум, сложно не заметить, что с ребёнком очень-очень что-то нехорошо. На самом деле, это почти реанимационное состояние, которое протекает очень тяжело, и очень редко бывает и у многокомпетентных пациентов. Спасибо, доктор. У нас ещё один звонок из Сальска. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я из Сальска. Можно вас спросить? Я давно был на лезвии, и у меня сильная дышка. Сильная слища идёт из носа. Была я в России аллергологом, но очень мне не долечили. Сальска идёт, а они с меня выписали капли. Я не знаю, сколько мне пользоваться, и можно ли мне второй раз капать. Что делать, я не знаю. Какие капли вам прописали? Можно ли ещё раз там прокапать, или ещё что-то сделать. Очень тяжело. Задыхаюсь постоянно слищ, я не знаю, что мне делать. О каких каплях идёт речь? Какие капли вы прописали? Капли вонизь мне давали. А вонизь выписывали. А вот аллерголог какие-то капли, я не помню, давали мне. И всё. Какие капли сейчас, и капли мне ещё не помогают. Слизь постоянно идёт, задыхаюсь. Подождите, речь о том, что слизь, у вас выделение из носа? Выделение даже из носа. Из носа. Выделение из носа постоянно не проходит. Как давно? Из носа у меня. Была аллергия у меня. Признали мне аллергию. Я так понял, что есть ренит, есть крайняя слизи, большей степени по задней стенке, что вызывает приступы к душе. На самом деле, препаратовая миссия входит сжётом протокола лечения, как аллергического, так и не аллергического ренита, поэтому активно используется. Но, к сожалению, без осмотра нельзя понять, хватает ли только этого препарата или необходимо его потенцировать другими лекарствами и усиливать терапию. Спасибо, доктор. Наша программа подходит к концу. Давайте подведём, насколько это возможно, итог. У нас были вопросы абсолютно разные, касающиеся разных сфер. Начали мы с того, что спросили, можно ли укрепить иммунитет пилюлями. Пилюлями никак, только правильным образом жизни, умение физической нагрузки, тщательной гигиеной, вакцинацией своевременной. Стоит ли пугаться простуды, простудного состояния, похожего на то, когда человек болеет гриппом, и начинать неистово лечиться, или как-то, может быть, более мягко можно это состояние пройти? К сожалению, часто, надеясь на всевозможные противовирусные, пациенты часто опускают необходимое. Например, адекватный режим восстановления воды, постоянное питьё, орошение слизистых, правильное снижение температуры. То есть, по сути, в большинстве случаев необходимо симптоматическое лечение, и крайне редко бывает присоединение вторичной инфекции бактериальной, и задача терапевта и педиатра вовремя выяснить, есть ли присоединение бактериальной инфекции, вовремя поставить диагноз и вовремя начать терапию. Нет смысла надеяться, эти препараты, никаким образом, они не повлияют на течение ОРВИ, то есть, мы заболеваем, скорее, вопреки, чем благодаря, и никаким образом, эти препараты не влияют на иммунную систему, не на вирус. Исключением является только вирус гриппа, мы приняли свои особые препараты, которые далеко не безопасны и назначаются только в определенных ситуациях. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за приглашение. Всего доброго. Спасибо.